В Кашхабльском районе продолжаются сходы граждан. Очередное мероприятие прошло в майском сельском поселении. Жители собрались в зале Дома культуры, чтобы оценить проделанную работу администрации сельского поселения и участкового полномочного полиции, а также обсудить свои вопросы и проблемы. В соответствии с повесткой дня выступил глава сельского поселения. В своем докладе Андрей Доцко охватил все сферы жизнедеятельности, поделился информацией о проделанной работе. За этот год я озвучил планы администрации на следующий рабочий год. Подробно хочу остановиться на выполнении наших мероприятий по линии ЖКХ. Особенности нашего поселения состоят в том, что 592 квартиры пользуются услугами теплоснабжения и 720 домовладений, подключенных к системе центрального водоснабжения. Этими услугами пользуется всего 45% населения поселка. Имущество котельной, теплотрассы, скважины, водопроводные сети принадлежат майскому сельскому поселению. В поселении на сегодняшний день работает одна управляющая компания «Элит», которая обеспечивает жилые дома водоснабжением, водоотведением, а также занимается ремонтом и содержанием общедомового имущества. Также эта компания работает как ресурсоснабжающая организация. Она обеспечивает подачу тепла от котельных домов. Вывоз твердых коммунальных отходов поселения с января 2019 года производит региональный оператор ООО «Экоцентр». Стоимость вывоза «Экоцентр» 2019 года не изменилась. 70 рублей на человека. Многие вопросы задавали, сумма увеличилась, не увеличилась. Довожу до вашего сведения, что сумма осталась неизменной. В многоквартирном доме по улице Заводская, 19, в этом году был произведен ремонт системы отопления. Из фонда капитального ремонта на данные работы было выделено и освоено 1 миллион 200 тысяч рублей. По программе «Комфортная городская среда» была произведена реконструкция дворовой территории по адресу поселок Майский, улица Заводская, 17 и Заводская, 19. Стоимость данного проекта составляет 8 миллионов 548 тысяч 890 рублей. Реализация данного проекта была запланирована на два года, на 23-24 годы. Однако была завершена досрочно, практически на 100% в сентябре 23 года. Дорожная деятельность – это содержание дорог местного значения общей протяженностью 20,4 километра. На эти цели в бюджете поселения предусмотрены расходы в сумме 1 миллион 388 тысяч 200 рублей. В 2022 году на эти цели выделялось 1 миллион 44 тысячи 500 рублей. За истекший период 2023 года производилась установка и замена дорожных знаков, обновлены пешеходные переходы местами, проводился покостровы вдоль автотрассы, производилась обрезка сухих деревьев и кустарников. Также производился ремонт и содержание уличного освещения. Кроме того, очень большое значение имеет произведенный ремонт уличного освещения по улице Филатова, это дорога к школе, общей стоимостью 206 тысяч. Вы знаете, что практически два года назад молния сожгла полностью все освещение, два года мы не могли сделать. В этом году при помощи администрации района были выделены определенные средства, и мы смогли это освещение восстановить. Было потрачено всего 206 тысяч рублей. Кроме того, произведенная конструкция участка дороги по улицам Виноградная и Южнонабережная, общей протяженностью 952 метра. Общая стоимость проекта составляет 51 миллион 820 тысяч 265 рублей. Из них 51 миллион 250 тысяч 800 рублей – это федеральный бюджет, 517 тысяч 684 рубля – республиканский бюджет и 51 тысяча 781 рубль – это местный бюджет. Проект также был реализован в указанные сроки без задержек. Благоустройство. Одним из основных актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства населенных пунктов поселения. Для его решения необходимы достаточные финансирования. Из местного бюджета в 2023 году на цели благоустройства было израсходовано 120 тысяч рублей. В весенний и летний период велась уборка от мусора, проводились скашивания мест общего пользования силами всех работников нашего поселения. Здесь участвовали работники КЦСООН, и школа, и садик, и также граждане в частном секторе. В рамках проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, то есть инициативное бюджетирование, были проведены мероприятия по изготовлению установки арт-объекта «Светящийся фонтан» со светящимися шарами, а также установка лавочек и урн по центральной аллее. Стоимость данного проекта 1 миллион 133 тысячи 356 рублей. Из них 907 тысяч 500 рублей – республиканский бюджет, 136 тысяч 113 рублей – это местный бюджет, и 90 тысяч 742 рубля – внебюджетные средства. Хотел бы сразу сказать спасибо всем людям, которые находятся здесь и вообще всем жителям поселка, которые приняли участие в этом проекте и внесли свой вклад. Кто-то сдал 500 рублей, кто-то 1000, кто-то 200. Главное, что люди приняли участие и собрали необходимую сумму в размере 90 тысяч. Также был произведен в этом году отлов беднозорных собак. Вы знаете, что это большая проблема. Всего у нас было произведено 4 выезда в этом году. Было отловлено 44 собаки на общую сумму 462 тысячи рублей из районного бюджета. То есть проблема очень большая. Сколько смогли мы сделали, и основную массу собак отловили. К сожалению, еще собаки остались, но я думаю, мы продолжим эту работу и решим этот вопрос. На ремонт имеющейся в распоряжении сельского поселения техники было израсходовано 87 тысяч рублей. К сожалению, в текущем году не обошлось без чрезвычайных ситуаций. В июне 2023 года в результате схода паводковых вод на территории майского сельского поселения было подтоплено 69 подворий. Из них 55 подворий в поселке Майском и 14 подворий в хуторе Красном, в том числе 7 домовладений. Всего пострадало 133 человека, из них 27 детей. На ликвидацию последствий в чрезвычайной ситуации было привлечено 57 единиц спецтехники, 13 мотопом и 132 человека. На обеспечение работающей техники горюче-смазочными материалами из местного бюджета было выделено 123 тысячи 100 рублей. Из республиканского бюджета каждому подворью была выделена единовременная социальная выплата по 20 тысяч рублей на подворье и 50 тысяч дополнительно рублей на пострадавшее домовладение. Общая сумма выплат составила 1 миллион 730 тысяч рублей. Одним из полномочий местного самоуправления также является профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма в границах поселения. Для исполнения этого полномочия в администрации создана комиссия под моим председательством, ежегодно принимается программа по обеспечению антикоррористической безопасности и профилактики экстремистской деятельности, и мероприятия, которые состоят из 13 пунктов, исполнение которых позволяет проводить организационные мероприятия и осуществить конкретные меры по борьбе с проявлением терроризма и экстремизма. Согласно плану графика, ежемесячно осуществляется обследование территории поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, осуществление входа территории поселения на предмет установления мест скопления молодежи в ночное время и нарушение закона Республики Адыгея об административных правонарушениях, обследование подвальных и чердачных помещений жилых многоквартирных домов, а также проверка ограничения доступа в них. Конфликтов на межнациональной почве в поселении не зарегистрировано. Лишенных права управления транспортными средствами в этом году у нас 4 человека, из них 2 привлечено повторно. Все 4 человека на территории сельского поселения зарегистрированы, но не проживают, поэтому проведение профилактических мероприятий с указанными лицами осуществить не представляется возможным ввиду их отсутствия. 5 семей у нас находятся в социально опасных условиях, с которыми ведется постоянная работа, постоянные проверки. Данные семьи подвержены бытовым конфликтам. Также проводятся профилактические мероприятия с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. На территории майского сельского поселения продолжает работать школа, в которой обучается на сегодняшний день 293 учащихся. Детский сад, который посещает 106 детей. На территории поселения работает дом культуры, в котором мы с вами сейчас находимся, расположенный в поселке Майском. Также имеется врачебная амбулатория, одна аптека. В хуторе Красный в рамках национального проекта здоровья был построен и функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Из объектов спортивного сооружения имеется два спортивных зала и спортивная площадка. В сфере торговли и бытового обслуживания населения имеется 7 магазинов в поселке Майском и один в хуторе Красном, который мы открыли, и вроде бы хуторяне пока довольны, пока все нормально. Всего за истекший период 23-го года на развитие поселения было израсходовано 69 миллионов 194 тысячи 583 рубля. Из них 51 миллион 250 тысяч 800 рублей федеральный бюджет, 15 миллионов 557 тысяч 990 рублей из республиканского бюджета, 2 миллиона 235 тысяч 794 рубля из бюджета района и местного бюджета, а также 150 тысяч рублей вне бюджетных средств. Мероприятия, запланированные на 23-й год, были выполнены практически в полном объеме. Что касается работ на следующий год, мы сейчас с вами обсудим, я скажу, что мы хотим сделать на следующий год точно, и обсудим с вами, что возможно мы включим еще в программу. У нас запланировано два объекта. Это установка детской игровой спортивной площадки в поселке Майском по улице Зеленая и установка детской игровой спортивной площадки в Хуторе Красной по улице Красная около СДК. Далее выступил участково-полномоченной полиции, представив жителям отчет о своей работе. С начала 2023 года на службе на административном участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории Майского сельского поселения совершено 13 преступлений, из которых нераскрытым остается одно преступление, это мошенничество, часть третья, статья 159, которая находится в настоящее время, до сих пор находится на стадии расследования. Отделяющее количество совершенных преступлений на обслуживаемой территории относится к категории мущественной, то есть кражи. С учетом складывающейся оперативной обстановки, ее стабилизации на постоянной основе проводятся политические мероприятия, с подучетным контингентом. Также хочу довести, что прием граждан по личным вопросам не осуществляется три раза в неделю. Вторник, в четверг с 17.00 до 19.00, в субботу с 15.00 до 16.00. Здание администрации СДК поселка Майский. По адресу Республика Адгея, Кашхабрский район, поселок Майский, Заводская, 8.0. Несмотря на достаточно подробный доклад главы поселения, вопросы у жителей все же возникали. В основном они касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, досуга молодежи. Ни одно обращение не осталось без внимания. На каждое был получен подробный ответ. Глава района Заур Хамирзов подвел итоги встречи.